Руны древних суваробулгар стали эмблемой года культуры в Чувашии. Конкурсная комиссия из 15 вариантов выбрала эскиз жителя Красноармейского района Александра Казакова. Александр Казаков по профессии художник, закончил Чебоксарское художественное училище, с тех пор занимается любимым делом. Пишет картины, оформляет сцену родного Дома культуры к праздникам, создает иллюстрации к произведениям чувашских писателей. Но в подобном республиканском конкурсе участие принимает впервые. С автором эмблемы познакомились мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. Александр Казаков признается, работать пришлось быстро, строки были сжатые, всего две недели. Показать самобытность национальной культуры и традиции чувашского народа в одной эмблеме – задача не из легких. Пришлось изучить специальную литературу, общаться со специалистами. Хоровод из чувашских узоров не выходил из главы художника ни днем, ни ночью. Прежде чем выстроить узор именно в таком порядке, Александр Казаков набросал десятки эскизов. В итоге на конкурс мастер Кисти отправил три своей работы. Вот эти все линии, они, это все линии, вот это путь народа, и вот тут таких специалистов два. Вот это, идущий вверх, он символизирует будущее, скажем, культуры, будущее, да, будущее народа, культуры. А вот который вниз, так уже, вот это, ну, не забывая о прошлом. Самый центральный элемент тут, вот эти, собранные из треугольников, она в чувашском народе символизирует вот этот, у нас тут имеется вот эта чувашская земля, желтая, вот это родной дом треугольника. А вот ниже, вот эти три тоже треугольника, они вместе вот так собраны три треугольника, они означают, есть верховые чуваши, средние и низовые, вот под общей крышей в одном доме. А солнце, конечно, вот этот у нас элемент в чувашском орнаменте, он всегда, так сказать, богатство означало. Именно это, самая первая работа Александра, приглянулась комиссии больше всего. Хотя автор ставку делал на последнюю, самую яркую и насыщенную. Чувашский орнамент Александр Казаков любит с детства. Часто используют его элементы в оформлении сцены дома культуры. Ни один районный праздник не обходится без его декораций. В Красноармейском районе имя Александра Казакова на слуху, поэтому его победу в конкурсе каждый сельчанин воспринял как свою собственную. Когда нам сказали, что Александр Анатольевич победил своими эмблемами, мы очень гордились, очень рады были даже своими эмоциями, не знаю. До того мы рады, что он у нас такой человек. Теперь эта эмблема появится не только на фасаде информационно-культурного центра Красноармейского района, но и по всей республике. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.